Моё имя Жанат Султановна. Именно по имени-отчеству меня зовут вот уже 33-й год, потому что 33-й год я работаю в школе учителем. В эту профессию я пришла осознанно. Когда-то, в детстве, именно когда я училась в начальной школе, на меня очень мало обращала внимания моя учительница. А когда уже я перешла в среднее звено, тогда оказалось, меня раскрыли. И уже помогая своим одноклассникам по учёбе, я дала себе слово. Я тогда прямо выжгла себе в сердце, что я стану именно учителем начальных классов. И в моём классе ни один ребёнок не останется без внимания. Вот этот первый класс, у меня уже 10-й первый класс. Мои ученики уже довольно-таки взрослые, потому что самый первый мой класс, мне было 19 лет, а им было по 7. Так как ребята приходят все подготовленные к школе, сейчас очень модно подготовленных детей приводить в школу. С тем уровнем подготовки, с которым они приходят, им слишком легко учиться. И легко им даются три языка. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Мне приходится их догружать. Я им делаю различный печатный материал, распечатываю. Мы играем с ними, работаем. Им очень интересно. Сколько будет 3 плюс 1? Айлин, говори. Вставай. 3. 3. 3 плюс 1? 4. 4 тоже будет у нас. Вот в данных учебниках, новые сейчас, единый учебник у нас по Казахстану, по Анишевским программам, у нас в каждом предмете обязательно идет трехязычие. Работа учителя – это работа круглосуточная. У нас никогда не бывает таких прямо полноценных выходных, чтобы не думать о школе. К сожалению, в данное время у нас в городе Алматы очень не хватает дефицит учителей начальных классов в русских школах. И многие учителя, мои коллеги, учителя начальных классов ведут по два класса. Такая вот у нас работа. Я вот как-то сказала однажды, что чем строить развлекательные центры, такие как у нас, я не буду назвать, но это большие такие центры, лучше бы пристраивали пристройки к школам. Потому что количество детей растет с каждым годом. А школа-то не растягивается от этого. У нас, например, для того, чтобы поместить в прошлом году, для того, чтобы поместить один первый класс, пришлось освободить кабинет НВП. Потом освободили библиотеку. Потом закрыли реакреацию, для того, чтобы из реакреации уже сделать кабинеты. И кабинетов катастрофически в школах не хватает, количество детей увеличивается. Не хватает учителей начальных классов в русских школах. И поэтому у нас идет перегруз. Вот у меня в данное время, в первом классе, 40 учеников. В то время, когда норма 25. Закончалось деревцо. Ветер тише, тише, тише. Деревцо все выше, выше. Очень много, конечно же, зависит от нас, от учителей. Какой фундамент, особенно от учителя начальных классов, какой фундамент мы заложим, как мы научим ребенка черпать знания, учиться, стремиться к новому, зависит и в целом вся его будущая жизнь, как он будет дальше жить, как мы им привьем любовь к жизни, любовь к знаниям, к новым, к дружбе. Многие такие ценности закладываются именно в семье. Учитель может только направить, направить, немножечко подкорректировать. Но самые главные ценности, такие как любовь, дружба, взаимопомощь, ласка и многие другие, они, конечно, прививаются в семье. Родителям надо всегда помнить об этом. Мы работаем с самым хрупким в мире материалом, это детские души. Мы из них, конечно, стараемся слепить, но если только мы этим будем заниматься, у нас ничего не получится, поэтому мы должны это делать всегда вместе. На одной же устранице обовсюду славятся!